Духовные наставления преподобного старца Парфения. Рассуждение выше всех добродетелей. Через него душа противится страстям и помыслам, обуревающим ее. Рассуждение выше всего. Терпение нужнее всего. Молчание лучше всего. Многоречие хуже всего. Потеря благодати страшнее всех потерь. Нет бедственнее состояние, как состояние человека, потерявшего благодать. Весьма немногие возвращали ее величайшими подвигами. Надо б наиметь непрестанную бдительность, чтобы сохранить ее. Она дается нам туне по единому милосердию Божию. Но к сохранению ее мы должны прилагать все свое тщание. Враг неусыпно борется с нами. Прежде борет у нас шуией стороны, то есть искушает нас нашими же страстями и похотями. А когда не успеет побороть шуией, борет нас с десной, то есть в самых добрых делах наших устрояет нам сети к падению. Чем ближе приблизишься ты к Богу, тем сильнее враг ухватится за тебя. Потому-то, аще приступаешь и работайте Господеве, уготови душу твою во искушение. Враг во все наше доброе всевает свои плевелы. Никогда не должно скоро последовать своему помыслу, хотя бы он и благ являлся, но испытывать его временем. Чтобы стяжать терпение в скорбях и искушениях, веруй, что все делается с нами по воле Божией. Крайне опасно последовать своим мыслям и рассуждению в деле спасения. Наш ум ограничен на око плоти, которое может только видеть и распределять дела внешние и вещественные. А пути высшие должны мы предавать самому Богу через Отца нашего и наставника и во всем следовать его рассуждению. Наши желания и намерения беспрестанно изменяются и рассеиваются, как прах. И так всеконечно должны мы умертвить свою волю и предаться воле водителя нашего. Берегись осуждать ближнего, а чтобы не впасть в сие искушения языка, не присматривайся к чужим поступкам. Нищелюбие и нестяжание — великие сокровища уготавляют душе. Неизреченная польза проистекает от уединения, но с ним неразлучно должна быть молитва. Уединение и молитва выше всякого блага. Стяжавший молитву не имеет времени и подумать о чем-либо земном. Ему тяжелые беседы и видения людей, и все отвлекающее его от Бога. Истинную молитву стяжать неизреченно трудно. Не раз душа за подвиг сей приблизится к вратам смертным. Но кто уже сподобится стяжать ее, у того она, как болячка, врастет в сердце, и ничто не изымет ее. Любовь к Богу можно возжечь в душе только одной непрестанной молитвой. Уединение внешнее должно сопровождаться уединением внутренним. Только совершенное удаление от человека телом и мыслью может даровать мир душевный. Враг наводит уныние на всякую душу, хотящую спастись. Страх Божий более поста и всех подвигов измождает плоть. Кто стяжал его, для того нет на земле ни скорби, ни радости. Человек всеми своими усилиями, без содействия Божия, не может располагать ни внешнюю жизнью своей, ни состоянием души своей. Без Бога не до порога. Наша человеческая воля есть только пожелать доброго и изыскивать на то средство. А совершитель и делатель всякого доброго есть Бог, а злое от нас. И добре жительствовать, и добре творить, и добре мыслить. Месть жертва Богу, а долг человеческий пред Ним. Чтобы уклониться от смущения и сохранить дух молитвы, уклоняйся от всякого рода бесед и посещений, всему предпочитай уединение и часто размышляя о смерти. Смерть вожделенна для любящих Бога, но страшна неуготовавшимся. Хранение чистоты телесной должно сопровождаться хранением чистоты мысленной. Чистоту телесную и мысленную можно стяжать только непрестанную молитву и устремлением ума к Богу. Пришествие Святаго Духа попаляет и истребляет все страсти. Гнев, тщеславие или высокоумие и осуждение ближнего отгоняют благодать Святаго Духа. Честь от человек бываемая должна быть ненавистна душе, ищущей спасения и познающей свою немощь. Излишество в пище наносит душе больший вред, нежели телу, и излишний сон от излишней пищи. Малейшее пристрастие не только к человеку, но и к вещи, наводит гнев Божий и дает место тли. Для достижения совершенной чистоты не имей привязанности, даже духовной, ни к человеку, ни же к вещи. Люби всякого любовью совершенную, как самого себя, но без пристрастия, то есть не желай видения или присутствия любимого человека и не услаждайся мыслью о нем. Молчание есть великая добродетель, много глаголющий не исправится на земле. Многоречие отгоняет благодать и погубляет теплоту души. Нестяжание и молитва необходимы для спасения. Молитва рождает нестяжание. Нестяжание — молитву. Кто сам не достиг в меру совершенства и начинает учить других, погубляет и то, что имел. Все средства употребляет для снискания мира душевного, и ничем, кроме молитвы и уединения, не обретешь его. Оттого впадаем мы в немирствие с ближним, что не хотим, по слову Господню, отвергнуться самих себя. Человек, облагодатствованный, не может быть немирен или досадовать за что на ближнего. Должно быть мирным и равнодушным во время гнева ближнего на нас, не трогаться словами, не смущаться угрозами, ибо они не могут иметь на наше будущее ни малейшего влияния. Будет только то, что определит Бог. Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают Его. Это насилие не ограничивается одним воздержанием от страстей и пищи, но простирается на все внутренние и внешние действия и движения наши. Делай все вопреки хотения плоти. Хочется лечь покойнее, принуть себя на противное. Хочется облокотиться сидя, воздержись, и так во всем. Должно нудить себя и нехотяще к молитве и ко всему благому. Совершенное обнищание Христа ради – великое сокровище для души. Но оно может быть вместимо человеком только при твердом и непоколебимом уповании на промысл Божий. Имея это упование, несомненно, и Господь не попустит тебе умереть с голоду или иметь какую-либо нужду. А усомнись хотя немного, или взыщи помощи человеческой, или понадейся на себя, промысл Божий отступит от тебя. Петр еще в телесы мог идти по волнам, доколе не усомнился мыслью. При помощи человеческой удаляется помощь Божия. Одному пустынно жителю служили ангелы, а когда приблизились люди и стали служить ему, ангелы удалились от него. Промыслу Божию о нас нет предела, он невидимо ведет нас. Ничто не случается без воли Божией. Всему определен день и час. Возложи все упование на Бога, и Он будет промышлять о тебе. А опекись о себе сам, Он будет помогать тебе, но вседействующий промысл Его отступит от тебя. Для приятия святаго Духа необходимо изнурить плоть. Дашь плоть и приими Дух. В тучном теле не вселяется Дух Святый, хотя бы кто и добродетелен был. Для того, чтобы быть храмом Божиим, надобно, чтобы душа и тело были чисты и святы. В простых сердцах почивает Дух Святый. Простота внутренняя должна изливаться и на все внешнее наше. Простота во всем, в речах, в наружности. Не представляйся благоговейным, не смотри вниз, не говори притворно тихим глазом. А то, хотя и с добрым намерением сочиняешь наружность твою, благодать отступит от тебя. Всякая благословенная душа есть проста, справедлива, милостива, любезна, не горда, не злобива, не величава, не призорлива, воздержна и боящаяся Бога. Незлобие и простота, паче всех добродетелей, низводят на нас благодать и милость Божию. От памятозлобного отвращается Бог. Молящемуся и питающему злобу на ближнего вместо ангелов соприсутствуют демоны, и молитва его бывает в грех. Не хитри в деле спасения, не изыскивай особенных путей, не налагай на себя особенных подвигов. А как придется, как пошлет Господь силу тебе. Только непрестанно и нещадно нудь себя на все благое. Зло пристает к нам, как заразительная болезнь, если будешь часто обращаться с язычным, с клеветником, с миролюбцем, и сам незаметно впадешь в те же пороки. И наоборот, обращайся часто с мужем духовным и молитвенником, и в тебя перельются те же добродетели. У человека нечистого и страстного, и вещи его заражены его страстями. Не прикасайся к ним, не употребляй их. Не должно рассказывать другим о своих подвигах и молитвенном правиле. Хотя бы это было и не из тщеславия, но у тебя отнимется дар, который ты обнаружил. Молитва истинная есть та, которая вросла в душу и совершается духом. Для стяжания ее великий потребен подвиг, умственный и телесный. Поругание, биение и заушение есть человеку, инокующему дар Божий и благодать свыше. Святые скорбями совершаются. Хорошо с Богом везде, а без Него очень скучно и в раю, и в аде. Ибо подобный небесному и на земле есть рай, есть и ад, только невидимые, и на земле. Только здесь все невидимо, а там все видимо, и Бог, и рай, и ад. Если Бог с нами невидимо на земле, это знамение, что будет с нами и на небеси. Если же неузрим сердцем на земле Бога, и в небе неузрим. Чтение Псалтири укращает страсти, а чтение Евангелия попаляет терния грехов наших. Ибо Слово Божие огонь поедая и есть. Однажды в продолжении сорока дней читал я Евангелие о спасении одной благотворившей мне души. И вот вижу во сне поле, покрытое тернием. Внезапу спадает огонь с небесе, попаляет терния, покрывавшая поле, и поле остается чисто. Недоумевая сём видений, я слышу глаз. Терния, покрывавшая поле, грехи, благотворившей тебе души. Огонь, попаливший его, Слово Божие, тобою за неё чтомое. И, имев правилом своим ежедневно читать Евангелие и прочитывать его часто всё, старец давал это правило и ученикам своим, духовным своим детям. Дарил им и книги Евангелия со своими надписями. Каковы? «Вот тебе передаю благодать, святое Евангелие. Совершай прочтение в седмицу четырёх евангелистов единожды. Да сподобишься благодати и разума Божия истинного, и добрую кончину получите, вечного наслаждения, видением трёх ипостасей, сияющих в божестве единосущнем, не лишишися. Вот вам чадо Божие страстное Евангелие. Прочитывайте, когда прилучится, А паче в скорбное время, да утешит Господь тогда. Любящему Господа вся поспешествует, И хорошо с Богом быть, А скучно без Него, и вся тогда злая нам. Сию книгу Евангелие святое дарю за послушание мне чаду моему духовному. Приими сию заповедь от меня недостойного. Совершай прочтением в две недели всех четырёх евангелистов. Сия книга есть мать и всех книг, также она есть молитва над молитвами, И есть управитель в Царствие Небесное, И в разум истинный на земле человеков приводит, И сподобляет зретье Бога сердцем ещё во плоти, А лицем к лицу в грядущем веце Удостоивает наслаждателься сладким видением святые Троицы. Вот тебе, чадо духовное, моё Евангелие. Молися из-за меня и поминай любовь мою к тебе. Апача, молися, честным житием и простодушным. Терпение нужнейше всего. Девство храни, молчание придерживайся, Ибо в язычном иноке и многоглаголевом Сомнительно спасение. Молчание собирает, а глаголы не расточает. Крепко молись, не жалей себя. Поругание, биение и заушение Есть инок удар Божий и благодать свыше. Буде на тебе благословение Божие, Чадо моё духовное. Покров несомненной нашей надежды Богородицы И помоществования чудотворцев печерских. Вот тебе заповеданное правило иноческое. От сна восстав, акафист спасителю, А ко сну отходя Богоматери, И пять кофизм в сутки. Евангелие всё в две седмицы, А каноны предай церкви. Не вдавайся в различные чтения, А междучасием Иисусову молитву твори, Примешивая к ней и богородично обрадование. Веси, что сует на спасение человеческое, А обозе сотворим силу, И той уничижит враги наши. Молись и за меня, и поминай любовь мою, А тебя поручаю, благодатья Пресвятаго Духа.